ВКТ Время новостей ВКТ Время новостей Сбор об этом говорили на заседании президиума госсовета, который прошел в конце прошлой недели на Алтае. Такую идею президенту озвучил губернатор Краснодарского края. Все полученные деньги пойдут исключительно на развитие курортной инфраструктуры. При этом сам сбор не должен ударить по кошельку туриста. О какой сумме идет речь и когда в России разработают стратегию развития санаторно-курортного комплекса? Подробности в материале наших краснодарских коллег. 11 миллионов человек за 8 месяцев. Наплыв туристов на курорты Краснодарского края в этом году побил самые оптимистичные прогнозы. Развитие отрасли в том числе способствует и ситуации в экономике. Из-за валютного курса ездить на отечественные курорты стало выгоднее, чем за границу. Естественно, одним этим долго отдыхающих у себя не удержать. Нужен системный подход. К марту следующего года в России разработают стратегию развития санаторно-курортного комплекса. Такое поручение сегодня дал Владимир Путин на заседании президиума госсовета, который провели в Белокурихе на Алтае. Необходимость развития курортов не исчерпывается их медико-социальной значимостью. Санатории расположены по всей стране. И для многих городов, районов и даже регионов они могут стать основой для роста экономики, для совершенствования транспортной инфраструктуры, сервисных услуг. Сейчас, кстати говоря, у нас действует 1875 санаторно-курортных организаций. Однако развитие этой сферы сдерживается низким уровнем материально-технической базы большинства здравниц. По этой причине сейчас не используется почти 46% площадей курортных организаций. Темой заседания стало повышение инвестиционной привлекательности санаторно-курортного комплекса страны. Кубань – одно из самых популярных мест, куда со всей России едут подтянуть здоровье. Каждый четвертый россиянин, отдыхавший в санатории, выбирал именно Краснодарский край. Почти треть всего внутреннего турпотока страны приходится на регион. Но это не предел, считает губернатор Вениамин Кондратьев, при условии, что будет федеральная поддержка. Чтобы курорт расширялся, необходимо развитие инфраструктуры. Без развития инфраструктуры развитие курорта никакого невозможно. Ни Черноморского, ни Сибирского, и в том числе и Белокурихи. Поэтому нам очень важно, чтобы мы, конечно, чувствовали господдержку. Она должна быть для того, чтобы мы имели развитие. То есть новые точки роста. Новые точки роста – это новые туристы, новые отдыхающие. И, конечно, это развитие самой экономики того региона, который оказывает курортные услуги. По оценкам, для восстановления и модернизации существующих санаториев по всей стране потребуется порядка 37 миллиардов рублей. Если ничего не делать, суммы будут только расти. И здесь трудно полагаться лишь на бюджетные средства. Владимир Путин призвал искать альтернативные источники финансирования. Как пример, государственно-частное партнерство. Дополнительные деньги может принести и курортный сбор, который будет направляться на инфраструктурное развитие. Идею во время госсовета озвучил Вениамин Кондратьев. Подобная система успешно работает на многих зарубежных курортах. Сегодня у нас на данный момент около 12 миллионов уже туристов прошло. Но адекватное поступление в бюджет не наступает. То есть, если в этом случае или фискально, надо усиливать. Все, кто сегодня обеспечивает этот огромнейший поток. То есть вы за? Конечно, за. Когда такой поток, конечно, там каждая копеечка будет отражаться на бюджете. Поэтому, если это делать, делать очень аккуратно. Аккуратно, не задирая. Незаметно для отзывающих. Незаметно. Если даже 100 рублей для них, это инфраструктура, которая может в разы подняться для их же потом обслуживания. Как Минфин на это смотрит? На самом деле, мы считаем, что вполне возможно вводить курортный сбор. Он должен быть приемлемый для отдыхающих. Я тоже считаю, что это 50-100 рублей. Кстати, Совет Федерации поддерживает эту идею. Важно, чтобы предложенный механизм не превратился в поборы с отдыхающих, считает Вениамин Кондратьев. Еще одна важная для региона тема – статус пляжей. На Кубани их 469. Состояние некоторых оставляет желать лучшего. Заниматься благоустройством местным властям не позволяет то, что многие пляжи находятся в федеральном ведении. Губернатор края попросил президента передать территорию в муниципальную собственность. Прошу вашей помощи, чтобы нам передали в субъект, а мы в муниципалитет. Или сразу в муниципалитет. Но невозможно в Москве заключать договор на аренду пляжей и контролировать, что делает арендатор с этими пляжами. Поэтому, если уж так, то пусть приезжает из Москвы и сможет, есть там мусор или нет. В противном случае, как можно спрашивать главы муниципального образования за чистоту на пляже, если арендатор на него вообще внимания не обращает, потому что он не является арендодателем. А арендодатель находится в Москве. Кто заключает этот договор? Росимущество. Росимущество? Тер-орган? Нет, обязательно в этом. Мы дадим директиву Росимущества о том, чтобы передать, значит, в собственную... В поручение сегодня надо записать. В сегодняшнее поручение надо записать. Да, надо записать. Хорошо договорились. Одним из результатов стратегии развития санаторно-курортного комплекса должно стать и присвоение звездности профилакториям по аналогиям с отелями. На Кубани уже начали такую работу. Это поможет людям лучше ориентироваться при выборе здравницы, а собственникам даст дополнительный стимул постоянно повышать качество своей работы. Новые автобусы сегодня получили школы из всех районов Краснодарского края. Ключи от машин директорам вручили в Краснодаре. На торжественной церемонии присутствовал губернатор. Вениамин Кондратьев посмотрел автобусы и проехал в одном из них. Первое, что отметил глава региона, это современная система безопасности внутри машин. Мы сегодня делаем реальные шаги, чтобы детство на Кубани было безопасно, чтобы школьники на Кубани могли в нормальных условиях добираться до школы и возвращаться домой. На самом деле школьные годы должны остаться чудесными. А школьные годы это не только процесс обучения, воспитания, это не только праздники школьные, это, конечно, и дорога в школу. Какова она будет, дорога в школу, на самом деле зависит сегодня от нас. И она должна быть безопасной, дорога в школу, потому что она тоже часть воспоминаний о школьной жизни. 70 автобусов уже сегодня приедут в школы своих районов. И к сочинским новостям. Мамайский перевал снова отличился в сводках аварии. Накануне там отказали тормоза у иногородней машины. Во втором часу дня на всем известном опасном повороте Мамайского перевала красно-синий автомобиль врезался в отбойник. 43-летний брянский водитель, скорее всего, не учел специфики езды по горным дорогам. В частности, что на таких перевалах тормозить надо двигателем. Три кареты скорой помощи прибыли в течение пяти минут. Водитель госпитализирован. Авария в эти выходные произошла и на автодороге Адлер-Красная Поляна. По словам очевидцев, из-за ДТП на время перекрыли автомобильную дорогу. На трассе столкнулись Сиатыбица и Шевролец Парк. Одна из иномарок превратилась в груду металла. По предварительным данным, сообщает портал «Живая Кубань», водителю и пассажиру малолитражки выжить не удалось. На месте ДТП работали сотрудники МЧС, бригады скорой помощи и полицейские. Возможной причиной ДТП называют мокрую после дождя дорогу. По факту ДТП проводится проверка. Трагически погиб директор МФЦ Сочи. Сегодня состоялось прощание с Владимиром Кнышевым. Владимир Кнышев – первый и единственный директор МФЦ в Сочи. Руководил им с момента создания в 2010 году. Сейчас в городе действуют четыре отделения. Расположены они во всех районах курорта. По итогам прошлого года подразделение в Адлерском районе признано лучшим в стране. Оно стало победителем в самой престижной номинации «Лучший МФЦ Российской Федерации первой категории». Владимир Кнышев был и гостем передачи «В курсе» на нашем канале. Тогда он поделился радостью от победы и планами по развитию предприятия. Сегодня в знак траура многофункциональные центры курорта не работали. Со вторника 30 августа все МФЦ Сочи будут работать в обычном режиме. Экстренная медпомощь была оказана народному артисту. В Сочи прооперировали Мстислава Запашного, известного на весь мир дрессировщика. Экстренная доставили в городскую больницу номер 3 с защемлением грыжи. Дежурные врачи после осмотра больного решили сразу же готовить его к операции. Все это время за отца в приемном отделении переживал его сын, не менее известный представитель цирковой династии. Хочу выразить в первую очередь благодарность всему персоналу третьей клиники, нашей хостинской, хирургам, анестезиологам, сестрам, медсестрам, всем. За то отношение нас привезли ночью, экстренно скорая привезла с диагнозом грыжи, очень серьезно. И 78 лет моему отцу. И врачи сразу посмотрели, сразу взялись, приняли меры, сразу сделали одну операцию, на следующий день сделали вторую операцию. То есть, считаю, вот самоотверженность врачей нашей больницы, честно говоря, меня удивила. Оснащение хостинской больницы сейчас позволяет делать все, чтобы спасти человеку жизнь при самых сложных случаях. Но Амстислав Запашный уже через день после операции порадовал врачей своим состоянием. Пациент наш в состоянии средней степени тяжести, так все-таки тяжелое было заболевание изначально, находится сейчас в отделении реанимации, чувствует себя замечательно, сознание адекватен, доступен контакту. И думаю, что скоро уже родственники его увидят в общей палате, смогут с ним общаться. И я думаю, что дней через 7-10 уже он будет дома и радует своих родственников. Запашного в больнице навестил и мэр Сочи Анатолий Пахомов. Артист поблагодарил главу города и медперсонал за заботу. А Анатолий Пахомов, в свою очередь, пожелал Стиславу Михайловичу скорейшего выздоровления. К другим новостям. В ВВД Сочи прошел день открытых дверей. В гости к полицейским пришли дети. Детям и подросткам напомнили правила безопасности в школе, рассказали о работе полиции по охране общественного порядка, пригласили школьников в будущем пополнить ряды правоохранителей. Наибольший интерес у детей вызвали выставка оружия, работа кинологических подразделений и соревнования по стрельбе из лука, арбалета и дартс. Активное участие в соревнованиях приняли не только мальчики, но и девочки. Причем многие заняли призовые места. Сочинские полицейские теперь планируют проводить такие акции регулярно. В Сочи состоялся общегородской субботник. Он прошел накануне нового учебного года во всех районах курорта. В нем приняло участие более 2000 человек. Задействовали более 100 единиц техники. Наша съемочная группа побывала в микрорайоне Кудепста. На улице Искра в районе дома 66 во двор многоэтажек, по сути, высадился целый десант энтузиастов. Представители Хостинской администрации, управляющие компанией, волонтеры. Они начали наводить порядок рано утром. Где местные жители? Местные жители дождь с утра, поэтому выйдут сейчас. А то видят Тусязово, выйдут. Но помощников в лице тех, кто живет в этих домах, на момент нашей видеосъемки не появилось. А район, хоть и выглядит с первого взгляда ухоженным, требовал все же генеральной уборки. Пассивность жителей, она ярко заметна, но я думаю, что с этим тоже можно работать. И в связи с тем, что большинство людей правильно понимает то, что нужно жить в чистом городе. Также считает и директор стран СНГ Константин Затулин. Мусорить в своем же доме не к лицу жителям курортного города. Район тихий, спальный. И, конечно же, никто извне сюда мусор не привозит. Здесь дорогие автомобилисты устроили свалку мусора, который они не в состоянии, по состоянию здоровья, донести до мусорного бака. Поэтому выбрасывают прямо в обочину. Покосить траву, убрать сухостою, даже очистить от старых объявлений информационную доску, волонтеры терпимо показывают пример того, как нужно заботиться о той территории, где живешь. Очищаем территорию от мусора. Снимаем объявления. Общий городской субботник прошел на всей территории Сочи. Чище стало не только в общественных местах города, но и во дворах, и даже на самых отдаленных улицах курорта. Так, в Адлере на генеральную уборку вышли 625 человек. В Лазаревском районе более полутысячи. Там, где грязно, убрали. Там, где чисто, видно, что люди не мусорят. А это, пожалуй, самое главное, поскольку порядок в ежедневном режиме поддерживают сами дворники. В общегородском субботнике приняли участие и все сотрудники управляющей компании «Сочи Теплоэнерго». Независимо от должности, будь то бухгалтера или начальника дела. В центральном районе на уборку придомовых территорий вышли жильцы. Жильцы более 10 домов на улице Гагарина год назад выбрали управляющую компанию «Сочи Теплоэнерго». Сразу после того, как расторглит договор с предыдущей. Теперь довольны, даже сами выходят на субботник. Почему не помочь, если заметно, как старается организация, взявшая их в свое управление. Управляющая компания вышла в полном составе. И они очень хорошо работают, оперативно, быстро, качественно. Такие результаты сразу очень замечательные. Ну, в общем-то, компания действительно хорошая. Мы довольны. Тщательная уборка на детской площадке. Здесь целый городок аттракционов и, конечно же, внимание к ней особое. Также была организована уборка сухих пальмовых листьев и обрезка кустарников. Придомовая территория домов, обслуживаемых управляющей компанией «МУПСОЧ Теплоэнерго» всегда должна быть ухожена. Поэтому мы, несмотря на то, что являемся работниками административными, выходим и помогаем нашим рабочим в уборке пленовой территории. И это пример того, как надо работать с жильцами многоквартирных домов. Они сами признаются, когда кругом такая чистота, хочется ее и поддерживать. Важнее ничего нет, как жители будут оценивать работу управляющей компанией. Естественно, мы ради этого и стараемся, работаем, общаемся, их пытаемся приобщать. А работ там, где жилой сектор, всегда много. И только совместными усилиями управляющей компании и самих жильцов можно добиться хороших результатов, тем более, если эта заинтересованность обоюдная. Сейчас сочинцы научились приглашать к сотрудничеству тех управленцев, которым доверяют, которые работают открыто и на благо всего города. Елена Всецина, Демидь Даниловский, телекомпания «ФКТ». Сегодня в Сочи незаконные сбросы канализационных стоков производят 580 объектов. Еще 1 июня эта цифра превышала 2500. Члены мониторинговых групп отчитались о результатах работы. Подобные совещания в мэрии города проходят еженедельно. Специалисты районных администраций докладывают об очередных выявленных нарушителях, но в первую очередь о количестве объектов, на которых нарушения устранены. На момент начала работы, которая активно стартовала полтора года назад, сброс неощущенных стоков на рельеф и водные объекты был выявлен на более чем 11 тысячах объектов. На сегодняшний день у нас остается 580 объектов, до которых мы уже дошли, сделали предписание, предупреждение, то есть на сегодняшний день ждем исполнения. Объект, который не слышит наших просьб, мы вынуждены отключать от водоснабжения, то есть принимать все меры для того, чтобы сбросы хосфекалки на рельеф прекратились в нашем городе. Эта работа должна вестись на постоянной основе и контроль, контроль, контроль. Только за последнюю неделю специалисты проверили 153 объекта. В итоге сегодня 48% нарушителей подключились к центральной системе канализации, установили лосы, заключили договоры на вывоз жидких бытовых отходов. То же самое предстоит сделать еще 6% абонентов. Самые многочисленные нарушители выявлены в двух сельских округах, один из которых – Барановский. Для еще более результативной работы количество мониторинговых групп решили увеличить. К другим новостям. Сегодня православные отмечают перенесение из Сьедесы в Константинополь нерукотворного образа Иисуса Христа. На престольный праздник храма в Олимпийском парке съехались верующие не только со всего Краснодарского края, но и из других городов России. Божественную литургию в значимый для прихожан день отслужил митрополит Екатеринодарский Кубанский Исидор. Еще на рассвете прихожане начали собираться у храма нерукотворного образа Христа Спасителя в Олимпийском парке. Особенный день для верующих. 29 августа во всем мире православные празднуют перенесение нерукотворного образа Иисуса Христа из Едесы в Константинополь. Престольный день для храма в Эмритинской низменности. Прихожане съехались на праздник не только со всего Краснодарского края, но и из других городов страны. Вы знаете, что я первый раз здесь, как построили этот храм, первый раз пришла специально на престольный праздник. Уже второй год и здесь, слава тебе Господи, сподобил меня причаститься, исповедаться здесь. Душа просто действительно возвышается. Священнослужители и прихожане в праздничных одеяниях. Невероятная атмосфера в самом крупном православном центре Сочи. Его проект создан по образу храма «Милующие иконы Божьей Матери» в Санкт-Петербурге. Впечатляет и роспись на стенах. Над украшением работали специалисты Российской академии живописи Ильи Глазунова. Но главное, что земля, на которой построен храм, с большой историей. В 2011 году, недалеко от места строительства, археологи обнаружили остатки древнего византийского храма 8-9 веков. Новый православный храм в Олимпийском парке, по мнению прихожан, несет свое особое значение. Построен был Олимпиадин. То есть надо было создать эту основу в единый период. Эти два храма были заложены раньше, а этот храм потом заложен. И он был важен для чего? Чтобы объединить в единый. Независимо от вероисповедания. Божественную литургию проводит, как и в прошлом году, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. Владыка специально приехал для того, чтобы вместе с прихожанами провести этот праздник. Храм именинник. Престольный день этого храма. И я, как правящий архиерей, поспешил сюда, чтобы вместе с паствой моей проживающей в Сочи, помолиться, пообщаться духовно вместе в этом святом храме именинники в честь нерукотворного образа Христа Спасителя. Уже по традиции престольный день прихожане празднуют широко. Богослужения, крестный ход, а потом прихожан обязательно пригласят за стул. В этом году гостей стало намного больше, отмечают местные священники. И наверняка Олимпийский храм станет еще более популярным среди верующих. Ольга Десятого, телекомпания, ФКТ. 130-летие села отметили жители Эста-Садка. Круглую дату праздновали с размахом. За последние годы жизнь села заметно изменилась. В дома провели газ, построили спортплощадку и дом культуры. А число жителей выросло в несколько раз. Как здесь, несмотря на постоянные новшества, сохраняют традиции, узнаем из следующего сюжета. Поздравить жителей села приехали народные коллективы из Сочи. Здесь подготовили большую праздничную программу. Для детей работали развлекательные площадки, аниматоры. Гостей ждали угощения. Например, местный аналог знаменитого эстонского блюда – мульги капсад. А в селе его называют капсапудру. В Эста-Садке живет уже шестое поколение выходцев из Эстонии. О событиях давно минувших дней напоминает вот этот дуб, под которым собирались первые жители. Несколько лет назад, когда дерево высохло, из него сделали памятник. Это место как бы намоленное. Оно сюда все тянутся, и здесь все себя прекрасно чувствуют. Уже немногие здесь хорошо говорят по-эстонски, но народные песни еще помнят. И интерес к изучению традиций есть. Гости из Прибалтики привезли в подарок книги и брошюры. По ним смогут обучать детей. Мы прокладываем мост между Эстонией и Россией в культурных связях и в связях изучения эстонского языка. Мы привезли эстонские учебники, песни, диски. Еще 10 лет назад добраться сюда было непросто, но в период большой предолимпийской стройки многое поменялось. В селе есть современная инфраструктура. За последние пять лет власти превратили этот уголок в комфортный для жизни и привлекательный для туристов. Поселки Общинный дом, позже ставший домом культуры, построили в 1914 году. В этом небольшом здании местные жители смотрели кино, проводили концерты. В нескольких шагах от него ровно 100 лет спустя построили спортивную площадку и дом культуры. Он уже намного больше, ведь и людей здесь прибавилось. Население стремительно растет. Как говорят в администрации Краснополянского округа, эстонсадок больше напоминает город, а не село. Из 350-400 человек, которые были в эстонсадке, заселением данных домов, волонтерских, население увеличилось в 6 раз. Здесь почти 2,5-3 тысяч, даже больше. Как менялась жизнь в эстонсадке, туристам рассказывают в доме музея Антона Хансена Тамсаары. Классик эстонской литературы здесь провел несколько месяцев, путешествуя по Кавказу, и написал несколько своих знаменитых произведений. Я не случайно сегодня в платье, в цветах, потому что живу и родилась в пятом поколении здесь, в эстонсадке, который имел название эстонский сад или коротко эстонсадок. Не случайно у меня бабочка тут присутствует, потому что там Сара когда-то написал здесь у нас миниатюру мальчики бабочка. На Кавказе писатель лечился от туберкулеза и во время своей поездки действительно пошел на поправку. Сегодня эстонсадок известен уже не только своим хорошим климатом и гостеприимными жителями, но и как центр горного туризма и зимних видов спорта. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». В Сочи в седьмой раз прошел фестиваль Олега Митяева «Лето – это маленькая жизнь». В нем приняли участие исполнители из разных городов страны. Традиционно Олег Митяев встретился на поляне Высоцкого с представителями сочинского клуба авторской песни. Руководителю клуба он вручил памятную медаль за поддержку фестиваля. Участники встречи спели песни, обменялись новостями и пожеланиями. Город Сочи – это одна из столиц нашей родины и, надо сказать, что, может быть, одна из самых приятных столиц, потому что и климат, и традиции, и очень много воспоминаний. Ну а вечером в оздоровителем комплексе «Спутник» состоялись основные выступления. Вход на мероприятие был свободным. Зрители смогли послушать любимых исполнителей, а кроме того, принять участие в съемках видеоклипа на новую песню Олега Митяева «Сочи». На сегодня это все новости. Завершаем выпуск информации от наших партнеров. Все салоны тканей для дома предлагают широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье и пошивштор на заказ. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Всего вам самого доброго и до встречи в эфире. Спасибо. 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 Спасибо.